Утро на Болткоме продолжается, утро среды, но последнего рабочего официального дня перед большими праздниками Лигу. Олег Пек Александр Шунин, здравствуйте всем. Да, доброе утро. И хочется отметить, что праздник, длинные выходные будут у многих, практически у всех, в том числе муниципальных, государственных учреждений. И, скорее всего, не будет в эти дни работать на улице Кальтию пункт прием украинских беженцев, но продолжит работу пункт на Рижском автовокзале, который испытывает довольно серьезные проблемы. Ежедневно на автовокзал в Ригу приезжает 150-200 человек из Украины, совершенно потерянных, которым нужно помочь. Более того, некоторые из них едут транзитом, то есть они как бы не планируют оставаться в Латвии, поэтому они как бы официально не регистрируются здесь. Да, не регистрируются. Это точка входа, въезда в эту жизнь в европейскую, совершенно непонятную, незнакомую, им нужно помогать. Этим занимается молодежная организация Young Folks, которые открыли этот пункт помощи беженцам, и руководитель организации Александр Морозов с нами на связи прямо с Рижского автовокзала. Александр, доброе утро. Доброе утро. Всем привет. Да, последние дни, несмотря на то, что этот пункт работает с 8 мая, стало много информации о том, что сложно, вам очень сложно, и мало кто помогает именно из официальных органов в вашей работе. Так расскажите, в чём дело? В чём проблема? В чём проблема? Да, в чём проблема? Чего не хватает? Чем и кто может помочь? Ну, знаете, не то, что мало помогают или кто-то не помогает. В целом, до того, как мы начали это делать, ну, вообще тут ничего не происходило. То есть люди приезжали, и на автовокзале не было никакой помощи. Всё это ложилось на плечи охранников, кассиров автовокзала. Но, конечно, они занимаются своей работой, и вот за 2,5 месяца, до 8 мая, пока мы сюда не подключились, совершенно случайно мы тут оказались, просто увидели проблему и просто не смогли пройти мимо. Но и до сих пор, например, если бы нас не было, то вот как до этого, да, там, 2,5 месяца никто этим не занимался, то и, по сути, сейчас тоже никто бы этим и не занимался, да. Это очень странно, на самом деле. Ну, да, да, и проблемы есть, потому что всё, что происходит, это происходит благодаря волонтёрам, нашим усилиям, просто окружению, родителям или людям, которые следят за нами в Facebook, которые там перечислили какие-то пожертвования, на которые мы можем, например, людям купить поесть, мы можем им заплатить за ночлег, мы можем им добавить на билет, например, если у них там нет денег или есть там 30 евро, да, а билет стоит 50, ну, а вот что ему делать, если у него только 30 евро есть, соответственно, или вообще нет денег, а ему надо куда-то дальше двигаться, то, конечно, есть, ну, и смотря куда, куда он двигается, и мы стараемся, есть такие пути бесплатные, это один из таких потов, конечно, максимально людей туда и двигается, потому что это бесплатные варианты, например, до Лепы добраться на общество, во-первых, с границы до Риги добраться, из Алуксна или из Зилупы на общественном транспорте, по Латвии общественный транспорт бесплатный, и дальше из Лепы, например, есть бесплатный паром до Травымунда, до Германии, и основной поток движется, конечно, на Германию, благодаря тому, что вот паромная компания дала такую возможность там заказывать бесплатный билет. Александр, я до конца все-таки не понимаю, неужели вообще никакой поддержки со стороны государства или Рижской думы не оказывается этому пункту? Ну, вот, в целом, у нас была встреча пять дней обратно с Рижской думой, хотя, ну, невозможно не знать об этой проблеме, да, война началась через автовокзал, ну, ежедневно это количество, оно не то, что внезапно появилось там 8 мая, да, оно было, оно было всегда, и это как стратегический пункт, он, ну, невозможно его не заметить, не видеть, да, когда люди тут на улице оставались, когда людям нечего есть было, ну, и, конечно, автовокзал тоже обращался в инстанции, писал письма, но как-то, как-то не было никак отреагировано, вот, у нас была встреча, да, с Рижской думой, в целом, ну, да, хорошо приняли к сведению, обсудили какие-то вопросы, но реально, ну, как бы, как я услышал, что нету ресурса даже на кальцию-1, как бы, сложности с теми же волонтерами, например, да, если изначально это был огромнейший поток, там, не знаю, 150 человек, там, может быть, даже больше желающих, то даже сейчас там, ну, этот поток подспал, и вот по ресурсам, ну, у Рижской думы, тоже имеются проблемы, вот. То есть надежды на их помощь нет? Ну, мне обещали прислать, опять же, это мы, значит, должны подать, есть, видимо, какие-то открытые конкурсы, тендеры, где, куда мы должны написать проект, да, должны получить какую-то финансовую поддержку, но, ну, да, не знаю, есть некоторые вещи, которые просто не укладываются, мы должны написать какой-то конкурс, чтобы, чтобы получить какое-то финансирование, чтобы мы здесь, как бы, могли продолжать работать с финансовой поддержкой от Рижской думы. То есть речь идет о том, что, вот я повторюсь, есть вещи, от которых мой мозг просто взрывается. То есть, чтобы снести памятник в Пардаугове, не надо проводить конкурс. Чтобы помочь пункту помощи беженцам, нужен конкурс. Ёхайды, где мы вообще? Нет, сущий, самое главное, я понимаю, что... Не то, что нужен конкурс, а то, что есть такая возможность. И мы, если мы хотим какую-то финансовую поддержку, то мы должны вот этот конкурс найти, наверное, отправить заявку и получить... Я даже не знаю, у меня даже не было времени проверить, посмотреть, написать. Это, не знаю, наверное, в будущем мы еще и эту возможность тоже рассмотрим, как и многие другие, да, когда мы как бы обращаемся и стараемся найти каких-то... Ну, просто среди людей и спонсоров и кого угодно, чтобы хоть какую-то там поддержку или там продуктами, или водой, или финансовую поддержку, чтобы можно было платить... Ну, и оплачивать просто первую потребность людям, которые сюда... Александр, вот давайте сформулируем проблему. Речь идет вот примерно 150-200 человек ежедневно, которые не остаются в Латвии. То есть, это речь идет, прежде всего, о людях... Да, это 99 процентов, 99 процентов. Меньшинство из них остаются в Латвии. Конечно, мы используем центр беженцев кальцию и отправляем их туда. Но бывает, конечно, очень много случаев, когда люди приезжают в 6.15 вечера, допустим, или в субботу, да, или ночью, когда кальцию у нас работает только до 6 и по выходным не работает, конечно, эти люди тоже оказываются экстренно, да, на улице, потому что, ну, вот они приехали ночью, там, с границы, да, они там до этого могли трое суток добираться, они могли вообще не спать. Некоторые люди просто говорят, что вот мы просто сейчас упадем, ну, просто. Или женщина стоит и просто, ну, плачет, да, вот-вот перед тобой. И ты вместе с ней тоже, не знаю, плачешь, потому что тебе, ну, вот, ну, а что, как ты можешь... Что ты можешь сделать, да? Ну вот, соответственно, да, большинство людей, они едут дальше. Большинство, половина, может быть, едут на Германию, я так понимаю, потому что есть бесплатная возможность туда поехать. Кто-то, у кого-то есть какие-то знакомые, какие-то племянники, кто-то, какие-то соседи, кто-то куда-то выбрался уже, зацепился, и они едут к ним просто потому, что хоть есть какая-то зацепка. Но также есть, конечно, большинство, кто просто едут ради того, чтобы ехать. Конечно, мы с ними тоже разговариваем, спрашиваем, куда, зачем, почему. И бывает так, что многих, многих мы тоже, как бы, есть семья, она, правда, задает себе вопрос, а вот куда мы едем, зачем мы едем? И могут остаться в Латвии. То есть мы тоже можем предложить, а давайте останетесь здесь, если вам некуда ехать, то зачем, зачем вообще вот это вот, ехать ради того, чтобы ехать. И, конечно, еду тоже в Польшу, потому что психологически Польша как будто бы поближе к Украине, поближе к дому. Многие возвращаются в Западную Украину. Ну да, да, поэтому... Александр, чем... Какой-то поток уже на Скандинавию тоже пошел. И, например, тоже есть такие случаи, что вот финны, волонтеры из Финляндии с нами связались. Они, например, 28 июня, 5 человек, делегация приедет к нам. 5 дней они будут вместе с нами работать, волонтерить, помогать. И полностью привезут все какие-то там брошюры, возможности, именно размещения по Финляндии. То есть о нас узнают уже там в Польше, в Финляндии. И вот финны, да, они полностью готовы взять тех людей, полностью обеспечить им оплату трансфера до... Ну то есть взять прямо с Риги вот эти семьи, кто едет на Финляндию, или кто не знает, куда ехать, и мы можем предложить им ехать в Финляндию. И они готовы оплачивать полностью, ну, брать их под свое кураторство и прямо с Риги везти в Финляндию. И там просто обустраивать, принимать, встречать. И там жилье, по-моему, на год. Ну, какие-то совсем другие условия, которые... Да, Александр... Пять дней мы вместе поработаем, да, и сможем людям тоже предлагать такой канал уже на Финляндии. Как и чем конкретно можно помочь вашей организации вот этому пункту на Рижском автовокзале? Ну, смотрите, самое первое, это нам нужна волонтерская помощь, нам нужны люди, которые готовы провести 4 часа в любой день, в любую смену. У нас есть 4 смены в день с 8 до 12, с 12 до 16, с 16 до 20, из 20 до 0000 часов, соответственно, волонтерская помощь людей в любой день, в выходные, в рабочие, людей не хватает, потому что, ну, вот около 16 человек каждый день мы вовлекаем. Есть уже такие, знаете, старички, кто здесь регулярно находится, и молодежь, и взрослые. Соответственно, если у вас есть время, у вас есть выходной, у вас есть какой-то вечер свободный, и вы просто хотели бы помочь, то приходите, у нас есть, надо заполнить анкету, ее можно просто найти, написав нам в любой просто источник, или там на Facebook, или в Instagram, или через вашу страничку в комментариях, можно просто меня отметить или YoungFox отметить, и мы вам скинем эту анкету, которую заполните, и сразу получите доступ к графику, куда вы сами себя можете вставить на какое-то свободное время. Второе, это, конечно, наверное, финансовая какая-то поддержка. У нас есть статус общественно полезной организации с 2017 года, статус слов. То есть даже если физическое лицо нам жертвует, какой-то заедуем с пожертвования, вы можете даже вернуть какой-то подоходный налог себе, да, при подаче декларации. Ну и просто если вы, не знаю, от какой-то компании готовы там перечислить какое-то пожертвование, то, не знаю, 10 евро, 20 евро, 100 евро, это тоже пойдет на ночлег, второе — на питание, третье — на транспорт, на билеты, чтобы люди просто могли добраться до какого-то своего конечного пункта назначения. И третья такая большая помощь, это, конечно же, состоит из вещей и продуктов, но вещи специфические. Мы как бы не делаем у нас склад, вещи нам нести не надо, но очень нужны чемоданы, потому что люди просто с какими-то авоськами, просто там чемоданы, конечно, при таком пути ломаются, отлетают эти колесики, и очень-очень прям нужны чемоданы. И второе — это продукты, сухой паёвк, вот манголи нам 500 бутылок там выделило, да, мы привезли. В общем, если у вас есть какие-то контакты, связи с какими-то продовольственными, не знаю, там, магазинами, или вы просто можете зайти там в магазин и сами купить. И, конечно, надо выбирать, знаете, такое, чтобы не... Если мы говорим там печенье, не какая-то большая пачка, где ты открываешь, и вот они у тебя, да, на развес, а стараться что-то такое, чтобы можно было одному человеку там в упаковке дать, да, или вот, не знаю, орешки, но в маленькие пальчики, как бы на одного человека и желательно закрытое. Доширак, например, просто, ну, идёт на расход, потому что людям просто... Они готовы просто покушать, да, может быть, это будет там за последние 24 часа первый раз, когда они покушают там тёплую еду. Вот, ну, кофе, чай, это мы туда тоже предоставляем. Ну, в общем, можно подумать и логически, вот для транзитников, для таких людей, которые просто могут там не спать в последнее время и быть на ногах, чтобы можно было такое быстро покушать. Да, то мы тут, конечно, всё обеспечим. Та же посуда, стаканчики или какая-то тарелка, да, которая вот, ну, куда можно залить тот же, не знаю, доширак. Это вот всё необходимо, и мне кажется, я так всё назвал, может быть, что-то упустил, но можно всегда тоже представить, каково это, и подумать вот о тех вещах, которые необходимы. Ну, а уточнить всегда можно либо на интернет-странице YoungFolks.lv, либо на Фейсбуке YoungFolks.lv, либо, как вы уже сказали, Александр Морозов из YoungFolks.lv, отметить вас в комментарии на том же самом Фейсбуке, и вы прокомментируете и уточните. А с нами на связи... Олег? Да, да, да. Прощаемся, да? Да, наверное, уже время завершения. Да, о молодёжной организации YoungFolks.lv, её лидер Александр Морозов, такой вот прямой репортаж с пункта помощи беженцев на Рижском автовокзале. Ещё раз обращаем внимание, если кто-то хочет помочь деньгами, волонтёрским участием или продуктами, связывайтесь с YoungFolks и узнавайте, как... Может быть, кто-то может просто приехать на автовокзал, там привезти какие-то вещи, ну, то есть продукты, чтобы, ну, не упростить этот вот, как бы, весь процесс связывания. То есть я понимаю, что вы с 8 утра до 12 часов ночи там можно найти... Да, каждый день. Мы находимся прямо в окошке. Нам выделила автовокзал, администрация, помещение. Соответственно, очень легко найти. Тут есть, ну, да, понятно, что разметки и обозначения. И спасибо большое вам за поддержку. Александр, спасибо вам за вашу работу. Всего доброго. Всего доброго. Удачи. Александр Морозов, YoungFolks.LV был с нами на прямой сайте.